В этом году талантливые ребята из Чувашии представляли республику на 11 образовательном форуме Ивилга. Крупнейшие молодежные события проходили в Самарской области в июле и объединили 2000 участников из разных регионов страны, в том числе 85 представителей молодежи Чувашии. Глава республики встретился с участниками молодежного форума. Программа форума, организованного при поддержке полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова, включала образовательные, культурно-досуговые программы и конкурс проектов. Самые активные и креативные ребята со всей страны обменивались опытом и идеями, занимались разработкой различных идей. На Ивилге прошли два грантовых конкурса. Выпускница Чувашского государственного университета Наталья Васильева стала победительницей Всероссийского конкурса молодежных проектов и получила грантовую поддержку в размере 240 тысяч рублей на реализацию своей работы «Просвещение и анимация. Взгляд в будущее». Проект связан с разработкой анимационных роликов для профсоюзной организации обучающихся ЧГУ, а также создание дальнейшего обучения, а именно онлайн обучения для студентов, в частности первокурсников. Для реализации проекта сначала мы закупим необходимое оборудование в виде ноутбука, микрофона, веб-камеры. Это у нас для записи онлайн уроков. На выставке научно-технических достижений молодых ученых Чувашия представила четыре экспоната. Модернизированный лентоткацкий станок, биопрепарат БВСТМК, аналитическую систему СитиГИС и алгоритм Телеграм-бота. Наши ребята также показали хорошие результаты в лично командном состязании. Студенты Лариса Малярова и Артем Ревунов завоевали третье место в дисциплине снаряжения магазина автомата Калашникова. В состав нашей команды входило в семь человек и мы пытались показать максимально достойные и максимально высокие результаты. Спасибо всем большое за вашу поддержку и плюс к этому хочу добавить, что совсем недавно я выиграл грантовую поддержку в рамках Росмолодежь. Спортивно-патриотическая игра героя 21 века, куда вас всех собственно и приглашаю, чтобы в будущем показывать высокие результаты нашей республики. Глава Чуваши Олег Николаев на встрече с участниками форума поздравил лидеров в личных и командных зачетах соревнований и поблагодарил их за достигнутые успехи. Он выразил уверенность, что участие подобных форумах станет доброй традицией, так как активность, включенность и смелость молодежи стоят у будущего. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы занимаете активную жизненную позицию. Я знаю, очень здорово представили республику на окружном форуме Иволга. Ну и соответствующим образом здесь и себя реализовали, и республику продвинули, а самое главное закрепили те вошли мысли, идеи, которые представили в виде проектов. Молодежная политика, которая на сегодняшний день находится в зоне особого внимания президента Российской Федерации, она, несомненно, одна из важных составляющих деятельности органов власти. В этом году мы приняли, ну, мне кажется, ряд таких системных важных решений. Это создали отдельное управление по молодежной политике при главе Чувашской Республики. Это приняли решение о том, чтобы в каждом муниципальном образовании были советники по молодежной политике. Это вообще на ухаву и на сегодняшний день уникальный опыт в Российской Федерации. В завершение встречи была затронута тема туризма. Олег Николаев отметил, что в регионе уже есть опыт участия в федеральном пилотном проекте по школьному туризму и предложил его адаптировать для детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы каждому ребенку удалось узнать больше о родной Чувашии и при желании путешествовать по республике. Глава также выразил готовность правительству презентовать наработанные материалы, чтобы талантливые молодые люди сделали их более привлекательными и креативными.